Всем привет! К сожалению, немножко простыл в том плане, что насморк и, соответственно, голос. Поэтому тестировать сегодняшний вентилятор я буду не на станке, но в любом случае покажу вам его. Он очень крутой и был отправлен мне немецким доктором. У него статус научный доктор и он работает хирургом, нифига себе, в Баварии. И я приобрел этот вентилятор просто за бесценок, но если вы посмотрите на среднюю зарплату у хирургов, тем более в Баварии, то можно, в принципе, понять, что это совершенно было не больно для продавца. Он выставил зимой, он выставил на аукционе с одного евро, и я приобрел его на 100 евро дешевле, чем он стоит на самом деле. Так, запакован тоже отлично, как я понимаю. По-докторски, мы посмотрим. Так. И в конверте он тоже сказал, что здесь должен быть пульт. Так. Вау. И это пульт управления. Здорово. Так. Собственно, наш вентилятор выглядит следующим образом. Это Ворнейдо 6303 DC версия. И здесь моторы другие, чем у обычных вентиляторов от того же самого Ворнейдо. И они заключаются в том, что вот здесь вот написано NG Smart. То есть, то, что он тратит гораздо меньше электричества. Конечно, это немного. Но учитывая то, что Германия в топе стран по стоимости электричества, экономить на нем, буквально на всем, в принципе, вроде как имеет смысл. Но, в общем и целом, я приобрел этот вентилятор не из-за этого. Скорее всего, потому что у него более длительная гарантия. По-моему, около 6 лет. И потому что он физически мощный. И у него есть пульт, который можно привязать к рулю моего велосипеда. И все это будет управляться. Здесь аж 99 ступеней, с которыми этот вентилятор может работать. И это означает, прежде всего, то, что есть какие-то микро ступени, которые позволяют работать этому вентилятору, в том числе, летом, когда мы спим. Мой актуальный вентилятор, он имеет 3 ступени. И на первой ступени, если он вот так вот просто будет на тебя дуть ночью, то можно тоже простыть или еще что-нибудь. И он не отключается сам, он будет всю ночь крутиться. А у этого есть таймер. Тоже здорово. Вот так он настраивается. Здесь его можно поставить полностью. Как я понимаю, да, вот это предел. Так, это наверх, соответственно. И вот здесь начинается лимит по нижней границе. Я, конечно, здесь весь диван уже загадил этими упаковочным материалом. Это не аппарат для изменения климата. Это просто вентилятор до сих пор, да, чтобы вы знали. То есть это то, что вот сзади здесь написано. Это Air Accelerator. То есть он ускоряет движение ветра. И тем самым вот как-то достигает эффекта. А не то, чтобы он как-то менял воздух теплый на более холодный. Этим занимаются другие приборы, которые вроде называются конденсаторы. Или как они там называются? Кондиционеры. Кондиционеры. Хрен знает. Может, это для волос. Но все кнопки, которые есть на самом аппарате, они дублируются полностью на пульте. То есть эти самые плюсики. Здесь вот тоже. Покажи. Не знаю, как они работают, кстати. Я не серьезно. Они не работают, видимо. На... Ключить надо, значит. Ключить? А, точно. Я думал, они сразу тач. Но окей. Здесь вот капацитивный экран, или как он там называется. И можно вот эти ступеньки здесь тоже, покажи поближе, их менять. Так, вот сейчас на 14-й. Тихий. Он тихий, да? Очень хорошо даже. Сейчас вот на самое минимум поставим. Это вот буквально, тихонько, так, пахалово. Реально, то есть даже чуть меньше, чем если бы я интенсивно вот этим, как оно называется, веером махал бы. Но посмотрим с пульта. Тоже все это работает, конечно же. И посмотрим на 99. Тогда я плюс зажимаю, тоже важно. Когда плюс зажимаете, то ничего не происходит. То есть он не проскачет все эти ступени. Посмотрим здесь. Окей. Это максимум. Ооо. Это реально мощь, да? Чувствую, блин. Щеки. На ветру трепятся. Посмотрим. Таймер. Ну, здесь явно вот одну минуту или что таймера можно восстановить. Так. Я могу сказать, что очень какое-то равномерное, что ли, веяние. То есть тот вентилятор, который у меня был до этого, я делал тоже обзор на него от Branson. Он был очень дешевым. Этот, наверное, один из самых дорогих. Dyson, наверное, дороже. Разве что. Но, блин. У него вот. Реально. Вот здесь я уже вообще мало чувствую. Точнее, вообще не чувствую. Я не знаю, что. Вот. То есть это особенно не двигается конверт. И здесь вот. Видите, он вот здесь вот начинает наклоняться. Если это видно на камеру, где-то струя, да, пожалуйста. Он очень концентрированно веет. И если на максимальные ступеньки поставить... Посмотрите, какой поток. Я могу сюда еще этот самый пульт положить для веса. Поднимает ее мощно. Это был обзор на VARNAIDA 6303 DC, из которого можно было, в принципе, узнать, что этот вентилятор подходит для применения в очень жаркие дни. Этот вентилятор определенно имеет смысл, если вы его установите, скорее всего, внизу вашего станка и направите весь поток воздуха снизу вверх. Чтобы... Потому что он концентрированный. Чтобы этот поток ваше тело целиком как бы прошел. Из минусов, то, что я говорил до этого, пульт не работает. Он работает. То есть, можно сразу на несколько передач тоже уходить, когда вы задерживаете. Не знаю, почему он изначально не работал. Может, я в сторону как-то показывал, и сигнал по этому терялся запросто. Потому что вот так вот, вот так вот он уже не работает. Потому что здесь вот передатчик сигнала и вот здесь база, которая должна этот сигнал перенимать. И она просто, видимо, не перенимала его. Он мало тратит электричество. Но здесь тоже, если вы будете катать весь год на том же Vahoo Headwind и будете катать с этим вентилятором, то Vahoo Headwind, он расходует гораздо больше электричества. Потому что там, ну, вообще не озаботились об этом вопросе. Что, если быть объективным, не так плохо? Потому что за весь год, даже если вы в Германии платите за электричество, то вы переплатите, может, ну, ярох 10 за весь год на электричестве чисто на Vahoo versus вот этот DC-версия. То есть здесь момент сохранения электроэнергии, ну, не знаю, не такой он большой. Но из этих вот этих всех маленьких частиц, где можно сэкономить и, в принципе, потом в конце года счеты приходят. По крайней мере, здесь в Германии в конце года, а у вас, наверное, в России каждый месяц. В общем, в целом, я могу советовать этот вентилятор. Неспонсирован, конечно же, Edition. Могу ли я советовать его за полную стоимость? Это около 110-120 евро. Нет, конечно же. Я выиграл его за около 30 евро. Можете представить, насколько это круто. Но если вы смотрите, в принципе, на всяческие вентиляторы для тренировки в SWIFT, посмотрите на вентиляторы, которые применяются для сушки. Либо обоев, либо ковров. Тоже такие вот сушилки. Они снизу как раз и фигачат этим самым потоком воздуха. Я смотрел по альтернативам Vahoo Headwind. И фактически имеются всякие do-it-yourself наработки, где ставят какой-то реле, или как он называется, где действительно можно связать с пульсомером. И ваш вентилятор будет, соответственно, переключаться по всем этим ступенькам. Но зачастую это сделано с вентиляторами очень простыми. Потому что, ну, не хотят дорогие вентиляторы гробить, скажем так, если что-нибудь не удастся. И там три ступени, и вау, блин, у тебя пульс, например, 100, и первая ступень включается, 140, вторая ступень, и 163, и все. Если вот этот вентилятор переработать в одном из do-it-yourself проектов, тогда, соответственно, здесь будет 99 ступенек, и все классно будет под вас настраиваться. Но эти все do-it-yourself проекты не такие популярные, к сожалению, и другие производители, которые вентиляторами занимаются. Они делают вентиляторы даже специально для станков, однако не снабжают их каким-то достойным функционалом. Вот этот, например, вентилятор вообще стоит почти как Headwind. Ну, окей, два раза дешевле, но все равно очень дорого. И единственное, что у него под велостанок, и весь этот маркетинг заключается в том, что там пульт обладает специальной резиновой настежкой на руль. Вау, типа, спасибо, я вот этот вентилятор тоже могу как-нибудь к своему рулю привернуть. Но, окей, это было все на сегодня. Приятное очень все-таки апохалово. Могу себе представить, что здесь можно какой-нибудь ароматизатор еще поставить, и по всей комнате будет циркулировать какие-нибудь приятные ароматы. Спасибо огромное за внимание. Дай мне знать, чем ты пользуешься для велостаночения в этом межсезоне в комментариях. Не забудьте ставить лайк и подписаться, если еще не сделаю этого. Да-да! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!